Эту хорошую и ровную дорогу жители домов по улице Красивая сделали за свой счет. Чиновники тогда говорили, денег нет. Когда дорога появилась, вместе с ней появилась и проблема. По новому полотну стало ездить слишком много автомобилей. Некоторые гонщики не стеснялись превышать скорость. Шум, пыль, с этим еще можно было как-то мириться. Но на улице живет много детей, безопасность которых оказалась под угрозой, говорят жители казенной заимки. Особенно сейчас, в летние каникулы. Детям не выйти. И опасность того, что собьют, потому что здесь ездят и таксисты, и все жители. Мы поэтому собрались с улицы, решили постелить шесть полицейских на этом моменте. Опять деньги вложили сюда. Но почему-то через месяц приехали администрации и сказали, а вы тут незаконно все сделали. Оказалось, одному из жителей улицы, который не вкладывал деньги в асфальт, надоело ездить по искусственным ухабам. И он пожаловался куда следует. Безопасность за своих детей привела к жителей к такой ситуации, что они решили своими силами уложить лежачие полицейские. После этого начались проблемы с другими жителями. Улица, которая дальше. По словам Сергея Попова, в соограничении выступает 15 семей. Против – лишь три. Причем возле их домов лежачих полицейских нет. И можно выбрать другие пути объезда. Однако, межведосная комиссия направила в казенку шесть единиц тяжелой техники, чтобы разрушить дорожные неровности. Правда, машинистам пришлось ждать до обеда. А потом и вовсе уехать. Жители не позволили разрушить созданное своими руками. К тому же нашлось временное решение проблемы. Администрация предложила сделать высоту и габариты дорожных неровностей по ГОСТу, а затем согласовать бумаги. Далее срок – в 20 дней. Если не удастся узаконить, либо не будут требования ГОСТ выполнены, и действующего законодательства, то тогда данные неровности будут демонтированы. Жители опасаются, что бюрократические препоны не дадут им вовремя узаконить дорожные неровности. Но борьбу свою прекращать ни в коем случае не собираются. Даже несмотря на грозящую им административную ответственность. Ведь, по их словам, ограничить скорость машин таким способом решили исключительно ради безопасности. Если вы их снесете, каждый день вечером будет народ выходить, и на этих же местах будут копать ямы. Будем наставить на своем, чтобы здесь столько автомобилей не ездило. Александр Захаров, Андрей Печоркин. Наши новости. Спасибо. Продолжение следует...